МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто спасет Одесский центр? Старинный жилой фонд нашего города стремительно изнашивается. На данный момент насчитывается около 300 аварийных и больше 600 ветхих домов. Большинство из них старше 100, а то и 150 лет. Исторические здания нуждаются в ремонте, а часто и в капитальной реконструкции. С каждым годом проблема нарастает, как снежный ком. И в 2020 году из разных точек города стали приходить тревожные известия. Голые цифры. 2020 год. Таких известных обрушений 5. 21-й год, за полгода уже 8. И количество обрушений, оно будет только увеличиваться. В течение 2020-го серьезные обвалы произошли в переулке Нахимова, на польском спуске, на улицах Торговой, Среднефонтанской и Ясной. Во всех этих случаях жертв удалось избежать, но серьезно пострадали старинные здания архитектуры. Некоторые из них впоследствии пришлось сносить полностью. А вот с домом на Ясной 10 ситуация иная. Там обвалившую часть здания законсервировали металлическими листами, а в уцелевшие квартиры подключили коммуникации и впустили жильцов. Люди, чьи квартиры были разрушены, продолжают скитаться и добиваться помощи от города. Но пока безрезультатно. В 2021 году дома в центре Одессы продолжили рушиться. Обвалилось межэтажное перекрытие в доме Либмана. Упал фасад на Большой Арнаутской, еще один на улице Мечникова и еще один на Соборной площади. Это обрушение чуть было не стоило жизни нескольким случайным прохожим. Огромная часть бетонного карниза вывалилась прямо на пешеходную зону. Обломки повредили несколько кондиционеров и окна. Жители этого дома говорят, что давно добиваются от коммунальщиков ремонта на опасном участке. Но все зря. В 9 утра все это рухнуло. Три месяца назад мы подали заявление всем домам, все жильцы дома написали заодно заявление в ЖЭК с просьбой принять меры, потому что кого-то убьет. Это же висело, бетон висел на расстоянии полуметра. Он держался только на этой деревянной арештовке, которая там. Обрушения в этом месте случались уже неоднократно, но никаких действий, кроме попытки оградить опасную зону, со стороны коммунальщиков не было. У нас многие годы идут все время с ЖЭКом разговоры про то, что это надо все отремонтировать. И это все висело лет 7 назад. Упал большой кусок, сломал мне вот этот наш балкон. Он сломал нам крышу на балконе, проломил. И огромный вот такой кусок бетона чуть не сорвало балкон. А вот на улице Степовой трагедии избежать не удалось. В начале июля там случился обвал жилого дома. В нем разрушилось межэтажное перекрытие, и в руины превратились сразу несколько квартир, в одной из которых находилась 83-летняя женщина. Ее спасти не удалось. Как рассказывают соседи, пенсионерка давно жаловалась на состояние дома, обращалась в ЖКС, но помощи так и не дождалась. Квартира, конечно, у нее была не в хорошем состоянии. Я была в этой квартире, я видела эту просто квартиру. А она жаловалась, она говорит, да, у нас тут балки в очень плачевном состоянии. Все время обращались и приходили, и говорят, вы еще сто лет, у вас еще сто лет будет стоять этот дом. Но по словам директора местного ЖКСа, этот дом в списках аварийных у них не значился. А значит, и проводить в нем ремонт никто не собирался. Цей дом не есть у нас на балансе, цей дом не есть у нас на балансе, цей дом сплавится с квартир абсолютно большинства 99%, которые были приватизированы. Цей дом – такая историческая доведка, цей дом побудованный до 1917 года, в списках аварийных и рядких будиль не значится. Мы не видим аварийных сувьев, новых щелин и трещин, мы не видим скрипу и такого другого. Как выяснилось, дом не был внесен в список тех, которые нуждаются в помощи из-за бюрократических проволочек. Множественных обращений жительницы разрушающейся квартиры оказалось недостаточно, чтобы убедить чиновников. А почему тогда дом не был аварийный, если он был в жаховном состоянии? Потому что аварийность дом выясняет комиссия архитектурная. Если не было скарг людей, что трещит, что свалится, не хиляется и так далее, то комиссии созданы, разумеется, не было. Так сколько еще опасных и аварийных домов в Одессе пребывают неучтенными в реестрах одесских коммунальщиков? И как так вышло, что старинный жилой фонд города сегодня находится в таком плачевном состоянии? А многие дома центра, в том числе и памятники архитектуры, годами ждут хотя бы минимального ремонта, ветшают и разрушаются. К тому же такая картина типична для многих украинских городов. Так в чем же причина? К огромному сожалению, наши украинские города находятся в крайне тяжелом состоянии по своему жилому фонду. Почему? Потому что долгое время, долгое время мы, по сути дела, жили в капиталистической стране, но исповедовали принципы коммунизма. Когда вроде бы государство или город должны привести в порядок этот дом, почему? Потому что это нужно сделать. За какие деньги? Непонятно. А тем временем огромное количество старинных домов в центральной части города нуждаются в экстренной помощи. В ее отсутствии они вполне могут повторить судьбу обрушившихся памятников архитектуры и других исторических зданий. Директор архитектурно-художественного института Одесской строительной академии Валерий Уренев обращает внимание на особенности местной застройки, где большинство домов возведены из ракушечника, камня, который требует особого ухода. Камень, прокручняк, он требует защиты от влаги. Надо, если появляется вот то, что появляется на фасадах, трещины, там, допустим, штукатурки, надо немедленно это ликвидировать. Попадая в влагу, это все рожает, теряется прочность. Я считаю, что, я еще повторяю, любое здание можно восстановить, только будет дороже стоить, чем оно больше запущено. Но чем дольше старинные здания дожидаются ремонта, тем хуже становится их состояние. А необходимая коммунальная помощь сегодня приходит в основном только в экстренных случаях. Иногда здания спасать уже бывает поздно. Самое страшное, это то, что плановая замена коммуникаций не ведется вообще. Сегодня работают все по принципу прорвало, кусочек поменяли. Два провала после этих ливней, говорят сами за себя. И как показывает практика, единственный способ уберечь свой дом от разрушения, это поддерживать его состояние за свой счет. Ведь у города на это денег просто нет. Одесситам, к огромному сожалению, приходится рассчитывать в большей степени на свои силы. Нужно все равно создавать ОСМД, нужно приводить в порядок свои тарифы, разбираться со своим СДПТ. Если на первом этаже находятся коммерческие какие-то организации, то бишь нежилые помещения, значит они должны платить повышенное СДПТ, повышенное, условно говоря, содержание дома и постепенно приводить в порядок эти дома. Почему? Потому что рассчитывать на помощь государства, либо города, к огромному сожалению, практически не приходится. Почему? Потому что денег на весь этот жилой фонд в городском бюджете, по сути, нет. Депутат Одесского горсовета и участница комиссии по вопросам архитектуры и охраны культурного наследия Анастасия Большедворова говорит, что сил и средств, которые вкладывает мэрия, в решение этих проблем катастрофически не хватает. И по сути все сводится к тому, что фасады – это общая собственность жителей. Но ни у людей, ни у ЖКСов средств на их ремонт просто нет. Мы ремонтируем исторические фасады. Мэрия ремонтирует исторические фасады. Но на самом деле, конечно же, денег и даже на все исторические тоже не хватает. Потому что тут нужно что-то построить, тут нужно сделать исторический фасад, тут нужен обычный фасад, потому что валится репка. Проблема заключается в том, что все это не структурировано и, к сожалению, у городского совета нету стратегии, как с этим бороться на самом деле. Экс-вице-мэр Одессы Валерий Матковский вспоминает годы, когда город находил возможности для помощи Жилому фонду Исторического центра. Но эта практика давно в прошлом. И сегодня все кардинально изменилось, утверждает специалист. В 2003, 2004, 2005 году городской бюджет датировал содержание домовой и придомовой территории. Чем дом старше, который эксплуатируется много лет, бюджет городской выделял специально деньги на это дело. Сегодня же, учитывая, что фактически город уже перешел на управление в частные компании, и их не интересует техническое состояние, их интересуют только те деньги, которые им платят люди, и никто не контролирует, куда эти деньги уходят. Поэтому дома ветшают, эксплуатация не соответствует той, которая и должна быть, поэтому мы и видим те примеры, которые на сегодняшний день выйдете даже на центральной улице, посмотрите, в каком состоянии сегодня водосточные трубы, кровли, фасады и так далее. Это не говоря уже о коммуникациях. По мнению эксперта, в городе нет четкого механизма учета и контроля проблемных домов. Необходимо создать полный список объектов, которые находятся в аварийном состоянии. А специальная комиссия обязана проверять процесс развития этих проблем. К тому же этого требует закон, но городская власть его попросту игнорирует. В итоге мы шаг за шагом теряем свою историю, которая переписывается прямо на наших глазах. Если мы будем так относиться к нашей архитектуре, особенно прошлых лет, то мы потеряем отец. Это будет не архитектура, как, я вам скажу, это будет то, что делается, если она называется клубатура. Просто построить здание подешевле, попроще и появляется в историческом цели. Такая ситуация – итог многолетней неразберихи во взаимоотношениях между жителями, городом и центральной властью, утверждает депутат Одесского горсовета Алексей Еремица. И перейти на практику зарубежных стран в наших реалиях пока не получается. То есть у нас всегда присутствует определенный коммунизм. Что это значит? Это значит, что вроде мы платим немного, непонятно, за что мы платим, непонятно, куда эти деньги уходят, но в итоге хотим, чтобы у нас было все хорошо, как в Европе. Вот все было достойно и хорошо. Для того, чтобы это было, значит, нам нужно организовать ОСМД, значит, нам нужно непосредственно делать расчет содержания дома по факту. И понятно, что, как в Германии, например, когда дом старый, то содержать дом стоит дороже, чем дом новый. То есть условно говоря, жить в старом доме, в старом фонде на порядок дороже, чем жить в новом доме. Почему? Потому что он требует достаточно серьезных капиталовложений. Потому что его порой нужно полностью отремонтировать в ноль, начиная от фундамента и заканчивая крышей. Это стоит очень больших денег. По мнению Валерия Матковского, еще больше усугубляет ситуацию та система управления жилищно-коммунального хозяйства, которая сегодня существует в нашем городе. Кто работает сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства? Директорами ЖКС. И кто руководит сегодня частными компаниями? Ну ведь это смешно, что пришла частная компания, которая будет заботиться о техническом состоянии жилого фонда. Да не будет. Она пришла на одной цель. Сегодня пока все можно и никто это не контролирует, заработать приличные деньги, ничего не укладывая в сохранение жилого фонда. А завтра будет как будет. Мало того, то, что происходит, то в ближайший год, максимум два, городской совет столкнется с тем, что все более-менее какие-то в приличном состоянии дома забрали в частные руки на обслуживание с помощью руководства города. Останется брошенные дома, которые требуют очень больших капиталовложений и очень больших средств на текущее содержание. И люди останутся со своими проблемами и дальше город не будет знать, что делать. Немалую долю проблем старому фонду города приносят и новые массивные строения, которые один за другим появляются в центре Одессы. Валерий Уренев – человек, который всю свою жизнь посвятил архитектуре и родному городу. По его словам, такой хаотичной и неконтролируемой застройки он не видел за всю свою многолетнюю практику. И это приводит к плачевным последствиям. Городсовет ликвидирован по Украине. Раньше мы рассматривали эти объекты, были замечания, были пожелания и к архитектуре, и ко многому другому. Сейчас этого нет. Отвечает кто? Заказчик, отвечает инвестор и на этом заканчивается все. Но, к сожалению, контроль за этим не осуществляется. Когда идет приемка зданий, как там договариваются, ну, здания многие, нельзя было вводить эксплуатацию в связи с тем, что нет надежности этих зданий, реконструкции и все остальное. Зачастую строительство новых объектов в историческом центре приносит серьезные проблемы многим старинным зданиям, которым не посчастливилось оказаться рядом. Тревожные сигналы о трещинах, проседаниях грунта и других подобных ситуациях поступают из многих уголков центра. И в большинстве таких случаев повлиять на застройщика город не может. С этим нет вообще никакой работы, потому что застройщик, который хотел заработать денег, он себе заработал. Мэрия, мы тут не при чем, мы не можем вмешиваться в процесс строительства, хотя именно мэрия выдает земли и, к сожалению, очень часто неблагородным застройщикам. И жители годами добиваются того, чтобы эту ситуацию исправили, и ситуацию, к сожалению, не исправляют. Я ни по одному дому не могу сказать, что эту ситуацию не исправили. По словам Алексея Еремицы, в самом механизме процесса принятия закона о частной собственности была допущена роковая ошибка. Законотворцы не учли, откуда они будут брать средства на ремонт и восстановление жилых объектов. Причем самое смешное, когда принимался закон об объединении многоквартирных домов ОСМД, то, по идее, для того, чтобы передать ОСМД этот дом, нужно произвести капитальный ремонт. А теперь возникает вопрос, скажите мне, пожалуйста, это я могу и вам задать вопрос и сам себе, где законодатель в каком документе предусмотрел фонды, предусмотрел средства на то, чтобы произвести этот капитальный ремонт. За чей счет это должны были сделать? Непонятно. В результате мы имеем крайне изношенный жилой фонд, обветшавые памятники архитектуры, разрушения и обвалы. Тем более, когда в городе так и не удалось организовать полноценную работу системы ЖКХ. Сегодня хаос в системе управленческого жилищно-коммунального хозяйства, который выливается на сегодняшний день в падающие дома, в грязный реально город на сегодняшний день. Зайдите в любой двор и посмотрите, что там на сегодняшний день творится. Так есть ли у города варианты хотя бы частичного решения этой наболевшей проблемы? Пока что это экстренное затыкание дыр за счет растущих кредитов от европейских банков. Но на самом деле есть и другие возможности, но они почему-то не используются. Стратегически это было бы разработать план делать ремонт фасадов хотя бы по улицам. Тогда бы мы с вами это замечали, видели, и это не было бы так кустарно. Ну и тоже есть еще один момент, как бы это можно было бы мэрии делать, если бы у нас была бы, как сказать, политика партии, политика мэра. В таком случае можно было бы договариваться с бизнесменами, которые располагают свои, у нас уже очень много кафешек, ресторанов, ну в принципе много бизнес-предприятий, которые могли бы за свой счет отреставрировать и фасад в том числе. Многие объекты питания и торговли арендуют рекламные площади под вывески и витрины, а также организовывают возле себя парковочные места. Все эти предприятия могли бы служить городу, но вполне возможно, что на данный момент существуют какие-то другие, неизвестные нам взаимоотношения между мэрией и бизнесом. И всегда у предприятия есть какие-то отношения с городом. Всегда кому-то что-то нужно, должно быть двустороннее сотрудничество. Как минимум, я уверена, что тот же банк захотел бы, чтобы рядом у него официально были парковочные места. То есть все же это делается через городской совет, через КП, парксервис. Так вот, это можно было бы просто наладить. Что-то они получают по бартеру и при этом приводят город в чувство. Но официально таких взаиморасчетов не существует. И город вынужден искать иные средства на ремонт жилищного фонда. Но возникает вопрос, почему за частную собственность отдельно взятых людей должен платить весь город? В 1994 году принялись закон о бесплатной приватизации. То бишь, по сути дела, все люди в Украине так или иначе, большая часть, подавляющая часть, 95-96%, стали собственниками своих квартир. То есть они стали собственниками. У собственников помимо прав есть определенные обязанности. И вот возникает вопрос, скажите, пожалуйста, вот находится этот дом, вот эти квартиры находятся в частной собственности. В частной собственности. почему, например, за счет меня, как налогоплательщика, я плащу налоги, почему, например, должны ремонтировать не детский садик, не школу, не вот эту дорогу, по которой я езжу, да, а почему мы должны ремонтировать, например, частную собственность, этот дом, где находится частная собственность, допустим, господина Иванова. Почему? Как результат, исторический центр, который стремительно ветшает и становится опасным для своих жителей. Я как коренной одессит, вы понимаете, мне стыдно, потому что сегодня, куда мы везем наших туристов? В исторический центр. Что мы не покажем, но ничего. Критическое состояние одесского центра одна из важнейших проблем сегодняшней Одессы. И пока у мэрии до сих пор нет четкой стратегии по реконструкции исторических зданий, жители аварийных и ветхих домов находятся в постоянной опасности обрушений. Одесситы прислушиваются буквально к каждому шороху и треску, а в воздухе висит незримый вопрос, кто следующий. Субтитры создавал DimaTorzok